Копоти сажи, находящиеся в воздухе Кызыла, являются настоящей проблемой. Особенно актуальна она становится в зимнее время, когда выпадает снег, который не может долго быть белым. Сажи и копоти на территории города настолько много, что Кызыл находится в рейтинге 20 наиболее экологически загрязненных городов России с уровнем загрязнения, очень высокий и самый неблагоприятный. Выброс средней концентрации бензопирены – это самый такой вот канцерогенно очень опасный выброс. Его содержание превращает в среднем по году 11 раз в ПДК, значит предельно допустимую концентрацию. А в некоторые дни, в январе, в декабре, они пишут, что зафиксировали максимум в 30-33 раза превышает ПДК содержание вот этого канцерогенного вещества. То же самое сажа, превышение сажи среднегодовое, здесь написано так, в 2,3 раза. Это среднегодовое, среднегодовое. А в зимний период, естественно, там показатели совершенно другие, в два, в три и даже больше раз, наверное, больше. Как отметили на проведенном круглом столе, посвященной теме экологии воздушного пространства Кызыла, загрязнение атмосферы столицы происходит выбросами Кызылской ТЭЦ и частного сектора. Четко не прописано, что такую систему отопления гражданин для строительства должен быть пользоваться. Получает разрешение на строительство и все. Он строит и по своим возможностям он ставит. Какую может, и какую возможность у него имеется, он может такую систему поставить. Как сообщил министр, помимо частного сектора, ухудшают ситуацию и малые котельные, разбросанные в разных частях Кызыла. Всего их в столице 106. За 2017 год проверкам, в том числе и внеплановым, подверглись 82 малые котельные. Министерством природных ресурсов ведется учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Вот так на территории города Кызыла в реестре объектов состоят 106 котельных. Из них 39 владельцам выданы разрешение на выбросы загрязняющих веществ. В отношении хозяйствующих субъектов, не имеющих разрешения на выбросы прокуратуры города Кызыла, проводятся проверки. Так, в отношении семей хозяйствующих субъектов приняты меры административного характера. Экологическая обстановка воздушного бассейна Кызыла влияет и на здоровье горожан. Как отметила в своем докладе главный врач республиканского онкологического диспансера Алифтина Шевитол, за последние пять лет у козылчан фиксируются серьезные проблемы, связанные с заболеваниями органов дыхания. В школе, конкретно я как онколог, остановлюсь по заболеваемости и смертности от рака легкого города Кызыла за период, мы анализировали за пять лет, с 2013-2018 год. За пять лет количество заболевших стабильно увеличивается по целому, по республике Това и по городу Кызылу. По городу Кызылу за пять лет прирост составил 38%, а по Российской Федерации, если взять за пять лет, тем прирост всего до 5%, а по республике у нас на 23%. В ходе совещания каждый участник мог выразить свое видение в решении вопроса охраны окружающей среды столицы. В первую очередь, в следующий какой-то этап, Маш Данчин Берич, он уже предлагает, энергетические расчеты по некоторым, значит, возможностям использования солнечной энергии, при образовании ее в тепловую энергию. Вот это вот исследование взять на необходимо, потому что мы должны, прежде чем с нашим углем бороться, В целом нет других источников образования тепловой энергии, поэтому вот очистные, хотя бы в частных домах можно же вот эти дела принять, вот после народного там пробирования что-то, хотя бы там какие-то сетки одевать на свои, вот эти трубы частные, в частных домах. Решение проблемы снижения количества сажи в воздухе усугубляет и само расположение кызыла, так как котлова накапливает находящиеся в атмосфере вредные элементы и не позволяет им рассеиваться. Участники круглого стола пришли к выводу, что улучшить экологическую ситуацию кызыла можно двумя способами. Первое – это газификация, второе – переход на другое топливо, например, на брикетированный уголь. Решение и первого, и второго вопроса остается открытым до неопределенного времени. Вывод снега из частного сектора – прямая обязанность его жителей, сообщает столичная мэрия. Уже сейчас некоторые жители частных домов выносят собранный снег прямо на проезжую часть. Согласно правилам благоустройства города, это является нарушением, за которое предусмотрен штраф от 2 до 3 тысяч рублей. В лучшем случае – предупреждение. Предусмотрены штрафные санкции в отношении должностных лиц от 5 до 10 тысяч рублей, на юридических лиц от 20 до 50 тысяч.